Камеди Баттл. Юмористическое шоу, которое делится на две части. Камеди Баттл. Кастинг и Камеди Баттл. Турнир шоу посвящено памяти Владимира Турчинского. В новом сезоне турнир не проводится, а победитель становится новым резидентом. Камеди Клаб. Один сезон. Ведущие члены жюри. Ведущий шоу. Павел Воля. Жюри. Вячеслав Басмухаметов. Семен Слейпаков. Гарик Мартиросян. До 16 выпуска. Александр Дулерайн. После 16 выпуска. Камеди Баттл. Отбор делится на трех части. Одна восьмая, одна четвертая и финал. Правило тур домашних заготовок состоит из одного этапа, в котором выступают как дуэты, так и солисты. Участники показывают юмористическую программу, приготовленную ими самими, читают репризы, показывают миниатюры, поют и т.п. Если член жюри считает шутки участника не смешными, он нажимает на рычаг и сцена поднимается, меняя угол наклона. Если все три члена жюри нажимают рычаги, участник падает со сцены и выбывает из проекта. Но если же, хотя бы один судья рычаг не нажал, участник переходит в одну четвертую. Тур импровизации. В этом туре дуэты расформироваются и участники играют каждый сам за себя. Количество участников в каждом выпуске. Шесть человек. Выпуск состоит из трех этапов. Попобойка. Первый этап. Своеобразная разминка мозгов для игроков, в которой участвуют сразу все шесть участников. Игрокам дают задание. Если участник выполняет задание не смешно, член жюри нажимает на рычаг и участник получает по попе большой кожаной груши в виде ноги. Сила удара рассчитывается от количества членов жюри, нажавших на рычаги. По итогам этапа судья определяет лучшего и худшего участника, но из игры никто не выбывает. Парный батл. Во втором этапе участники делятся на три пары, между которыми происходит дуэль импровизации. Схема поединка. Сцена делится пополам. На каждую сторону выходит по одному игроку. Участникам дают задание. Если участник шутит неудачно, то член жюри нажимает рычаг и половина сцены, на которой стоит не смешной юморист, наклоняется. Чем больше судей нажало рычаг, тем выше наклон сцены. Участник, который упадет на маты, покидает проект, а участник, устоявший на сцене, проходит в следующий этап. Сольная и импровизация. Третий. Финальный этап. Одна. Четвертая. Участнику дают задание. Если участник шутит не смешно, член жюри нажимает рычаг и сцена наклоняется. Если все суди нажали на рычаги, участник падает со сцены, покидает проект. Если участник шутит смешно и ему удается удержаться на сцене, он проходит в финал. Из-за недостаточного количества участников, прошедших в полуфинал, организаторами и жюри было принято решение отказаться от одной второй и сразу провести финал. Финал состоит из одного выпуска, количество участников – девять человек. Схема игры повторяет одну четвертую, за исключением того, что в парных баттлах и сольных импровизациях проигравшие не покидают проект. После каждого этапа суди совещаются и определяют лучших и худших игроков. В конце финала жюри называют пять победителей, которые станут участниками комедии баттл. Турниры получат 500 тысяч рублей. По побойке в первом этапе финалисты делятся на три тройки, которые играют по очереди. Участникам дают задание. Если участник выполняет задание и не смешно, член жюри нажимает на рычаг и участник получает по попе большой кожаной груши в виде ноги. Сила удара рассчитывается от количества членов жюри, нажавших на рычаги. Парный баттл во втором этапе участники делятся на несколько пар, между которыми происходит дуэль импровизации. Схема поединка. Сцена делится пополам. На каждую сторону выходит по одному игроку. Участникам дают задание. Если участник шутит неудачно, то член жюри нажимает рычаг и половина сцены, на которой стоит не смешной. Юморист наклоняется. Чем больше судей нажало рычаг, тем выше наклон сцены. Участник, который упадет на маты, считается проигравшим, но не покидает проект и проходит в следующий этап. Сольная импровизация. Последний этап финала. Участнику дают задание. Если участник шутит не смешно, член жюри нажимает рычаг и сцена наклоняется. Если все суди нажали на рычаги, участник падает со сцены, но из проекта не выбывает. Финалиста два сезона. Со два сезона, который выходит с 22 июля 2011 года, шоу называется Comedy Battle. Кастинг. Частично изменились правила и схема проекта, а продолжительность эфирного времени одного выпуска увеличена с 24 до 48 минут. Ведущие члены жюри ведущий шоу Павел Воля, жюри 1-4 Дарья Сагалова, Семен Слипаков, Давид Салаев, 1-2 финал Вячеслав Досмухаметов, Семен Слипаков, Екатерина Варнава, Comedy Battle. Кастинг делится на трех части 1-4, 1-2 финал. Правила схема этапа повторяет 1-8 и 1 сезона. Участник показывает юмористическую программу, приготовленную им самим, читает репризы, показывает миниатюры, поет и т.п. Если член жюри считает шутки участника несмешными, он нажимает на рычаг и сцена поднимается, меняя угол наклона. Если все три члена жюри нажимают рычаги, участник падает со сцены и выбывает из проекта. Но если же, хотя бы один судья рычаг не нажал, участник переходит в 1-2. Первый выпуск состоит из четырех этапов по побойка. Первый этап – своеобразная разминка мозгов для участников. Игрокам дают задание. Если участник выполняет задание и не смешно, член жюри нажимает на рычаг и участник получает по попе большой кожаной груши в виде ноги. Сила удара рассчитывается от количества членов жюри, нажавших на рычаги. По итогам этапа судья определяет лучшего и худшего участника, формирует новые дуэты и дает темы для следующего конкурса. Миниатюры. Миниатюры – второй этап, в котором участники, поделенные на пары, показывают игровые миниатюры. По ходу выступления члены жюри могут менять ситуацию и образы, заставляя участников импровизировать. После выступления всех дуэтов судей выбирают лучшего и худшего игрока. Первый проходит сразу в четвертый этап, минуя третий. Второй покидает проект «Парный батл». В третьем этапе участники делятся на пары, между которыми происходит дуэль импровизации, схема поединка. Сцена делится пополам, на каждую сторону выходит по одному игроку. Участникам дают задание. Если участник шутит неудачно, то член жюри нажимает рычаг и половина сцены, на которой стоит не смешной юморист, наклоняется. Чем больше судей нажало рычаг, тем выше наклон сцены. Участник, который упадет на маты, покидает проект, а участник, устоявший на сцене, проходит в следующий этап. Сольная импровизация. Четвертый и финальный этап. Одна-вторая участнику дают задание. Если участник шутит не смешно, член жюри нажимает рычаг и сцена наклоняется. Если все суди нажали на рычаги, участник падает со сцены, покидает проект. Если участник шутит смешно и ему удается удержаться на сцене, он проходит в финал. Финал состоит из одного выпуска. Количество участников – 11 человек. Схема игры состоит из четырех этапов. В конце финала жюри называют пять победителей, которые стали участниками. Комеди-батл. Турнир. В отличие от предыдущего сезона, приз в 500 тысяч рублей не делится на всех победителей. Деньги получает только самый лучший участник. Финалисты три сезона, победители три сезона и новые резиденты Комеди-клаб. Дуэт. 20 часов 14 минут. Ведущие члены жюри. Ведущий шоу. Павел Воля. Жюри. Сергей Светлаков. Семен Слейпаков. Гарик Мартиросян. Гарик Харламов. Михаил Голусян. Финалисты награжденные дополнительно четыре сезона. Комеди-батл. Без границ. Стартовал 12 апреля 2013 года. Финал сезона. 27 декабря 2013 года. Победитель в качестве приза получил предложение участвовать в программе Комеди-клаб, занявшей второе место. Приз размером 500 тысяч рублей. Кастинги Комеди-батл. Без границ прошли не только по городам России, но и за ее пределами. Самых лучших юмористов искали в Таллине, Алматы, Минске, Дюссельдорфе, Тель-Авиве, Астане, Ереване, Тбилиси, Киеве, Харькове, Риге и многих других населенных пунктах ближнего и дальнего зарубежья. Также в этом году в Комеди-баттл. Без границ приняли участие герой реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин и Глеб Клубничка Жемчугов. Участники должны были пройти три этапа. Первый этап. Участники показывают перед жюри свои домашние заготовки. На основе этих заготовок решается, проходят ли они дальше или выбывают из проекта. Второй этап. Участники показывают вновь свои заготовки. Если выступление смешное, то они проходят в импровизацию, где жюри или ведущий дают тему участникам. В итоге они отправляются за кулисы, где ждут своего финального решения. Третий этап. В финале участники показывают свои домашние заготовки. Если смешное, то проходят в комнату ожидания. Затем выбор победителя и нового резидента. Комеди-клаб. 12 июля в конце программы объявили перерыв. Первый этап продолжился осенью, где было досмотрено 250 участников. Также в жюри появится Николай Наумов. За все лето на ТНТ будет идти комеди-баттл «Без границ. Лучший», где будет показано лучшие номера за 13 выпусков. Новые выпуски стартуют с 23 августа. Старт второго этапа 25 октября. 18 октября завершился показ первого этапа «Длинный» в 22 выпуска. 25 октября стартовал второй этап. Также установили приз за второе место 500 тысяч рублей. 20 декабря завершился второй этап. 20 участников прошли в финал и будут бороться за место резидента. Комеди-клаб. Уже 27 декабря. 27 декабря 2013 года завершился международный сезон «Комеди-баттл. Без границ». По решению креативного продюсера «Комеди-клаб» Гаррика Мартиросяна резидентом «Комеди-клаб» стало два коллектива вместо одного. Ведущие члены жюри. Ведущий шоу. Павел Воля, жюри Сергей Светлаков, Семен Слепаков, Гарик Мартиросян, Екатерина Скулкина, Николай Наумов. Финалисты-победители «Комеди-баттл. Без границ. Дуэт. Да. Резидентство в Комеди-клаб. Дуэт Саша Сасс и Саша Губин. Резидентство в Комеди-клаб. Игр. Баря Баранов. 500 тысяч рублей. Награжденный дополнительно 5 сезон «Комеди-баттл. Супер-сезон» – это почти 200 участников, прошедших кастинги в Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Омске, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Минске. Многие из участников уже хорошо знакомы телезрителям ТНТ по участию в прошлых сезонах. Победитель сезона получил квартиру и стал новым резидентом Комеди-клаб. Участник, занявший второе место, получил 500 тысяч рублей. Комеди-баттл. Супер-сезон проходил в четыре этапа. Первый этап стартовал 4 апреля. На сцену вышли те, кто успешно прошел региональные кастинги. Второй этап стартовал с 5 сентября 2014 года. Полуфинал состоялся в ноябре 2014 года. Помимо заготовленных шуток, участники должны были показать, насколько они хороши в импровизации. Финал ведущие члены жюри. Ведущий шоу. Павел Воля. Жюри. Сергей Светлаков. Семен Слейпаков. Гарик Мартиросян. Ольга Бузова. Руслан Белый. Финалисты. Шесть сезон. Комеди-баттл. Последний сезон. Главный приз. 5 миллионов рублей. Работа в Комеди-клаб. Занявший второе место, получил 1 миллион рублей. Комеди-баттл. Последний сезон прошел в 4 этапа. Первый этап стартовал 27 марта. На сцену вышли те, кто успешно прошел региональные кастинги. Второй этап прошел в мае. Полуфинал. Финал ведущие члены жюри. Ведущий шоу. Павел Воля. Жюри. Сергей Светлаков. Семен Слейпаков. Гарик Мартиросян. Руслан Белый. Александр Ревва. Ольга Бузова. Юлия Ахмедова. Финалисты. Комеди-баттл. Без границ. Лучшие. С 19 июля 2013 года на ТНТ были показаны лучшие номера за 13 выпусков этого сезона. А после этого сезон без границ продолжился. Комеди-баттл. Битва за кадром. 2 января 2014 года вышел фильм о фильме, который рассказывал, что происходит за кадром. Комеди-баттл. Турнир. В течение 10 выпусков происходит 10 сражений. Каждый клан соревнуется с другими кланами. По окончанию битвы самый худший клан выйдет из игры, а два лучших выйдут в суперфинал, где сразятся за 500 тысяч рублей пояс абсолютных чемпионов юмора. Турнир выходит в эфир с 14 января 2011 года в Комеди-баттл. Турнир за команды голосуют зрители в студии и при помощи пультов по итогам каждой битвы определяется лучший игрок. Им становится участник, заработавший наибольшую сумму денег за все раунды. Также по итогам каждой битвы редакторами проекта выбирается лучшая шутка. Это делается для определения хедлайнера Комеди-баттл. Турнир. Однако в суперфинале не определяют лучшего игрока и лучшую шутку. Один сезон. Участники. Участники программы Комеди-баттл. Турнир делятся на команды. Кланы. Стороннее задействование. Иногда кланы во время своих выступлений прибегают к посторонней помощи. В первом и седьмом сражении кланом «Избранные» был задействован Василий Шакулин, финалист Комеди-баттл. Отбор. В четвертом сражении кланом «Сутенеры счастья» был задействован казачий фольклорный ансамбль «Русская воля». В шестом сражении кланом «Джокеры» был задействован Александр Чуманков. Итоги сражений. Турнирная таблица. После суперфинала турнирная таблица выглядит так. После первого сезона турнир покинул клан «Избранные». В связи с наихудшим результатом два сезон. Участники. Участники программы Комеди-баттл. Турнир делятся на команды. Кланы. Стороннее задействование. Иногда кланы во время своих выступлений прибегают к посторонней помощи. В седьмом сражении кланом «Хит» был задействован Агонес Григорян. Финалист Комеди-баттл. Кастинг. Итоги сражений. Турнирная таблица. После суперфинала турнирная таблица выглядит так. Клан «Аристократы» покидает турнир. В связи с наихудшим результатом на их счету нет ни одной победы. Комеди-баттл. Сезон 2016. Комеди-баттл. Сезон 2016. Главный приз. 7 миллионов рублей. Первый этап стартовал 1 апреля 2016 года. На сцену вышли как опытные участники прошлых сезонов, так и новички. Ведущие члены жюри ведущий шоу «Павел Воля», жюри «Сергей Светлаков», «Семен Слепаков», «Руслан Белый», «Юлия Ахмедова», «Ольга Бузова». Критика названия. В названии передачи присутствует слово «баттл» в значении «битва», «сражение», «бой», хотя верно было бы произносить «баттл», «юэс», «байол». Слово «баттл» соответствует слову «бутылка». Продолжение следует.